Вечер понедельника, а значит в эфире телеканала ПС, программа «Вопрос на миллион». Здравствуйте! В преддверии дачного сезона мы бы хотели поднять тему, которая волнует каждого, кто имеет дачу, садовый участок или собирается обзавестись собственным домом. Сегодня мы обсуждаем земельный вопрос. В студии Екатерина Грицыенко и директор Центра оформления недвижимости «Добрый дом» Ирина Беляева. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с вопроса, который у всех на слуху. Дачная амнистия. Давайте поясним, что это такое, до какого срока она действует и как можно ей воспользоваться. Дачная амнистия – это специальная процедура, упрощенная процедура оформления в собственность земельного участка. Чтобы оформить в собственность земельный участок по процедуре дачной амнистии, достаточно оформить декларацию на недвижимое имущество. Выглядит она вот так вот. Она достаточно развернутая, то есть очень много пунктов, и, наверное, не каждый сам сможет ее заполнить. Не каждый. Не каждый сможет ее заполнить. Для этого нужны специально обученные люди. И лучше обратиться в специальные организации, которые именно этим занимаются, что значительно упрощает саму процедуру оформления в собственность. То есть, еще раз повторю, нужно оформить декларацию на недвижимое имущество, заплатить госпошлину и зарегистрировать в соответствующих органах. Также можно оформить все надворные постройки, дачный домик, кроме самого земельного участка. Сколько продлится дачная амнистия, ориентировочно она продлена еще на один год. Еще на один год. Так же, как и приватизация. А где можно взять бланк для декларации и какова самогуспошлина? Все рассчитывается индивидуально, по каждому случаю. То есть, прежде чем какие-то делать шаги, я советую позвонить по телефону 214010. 214010. Уточнить все детали. Вам все сообщат по телефону. Или прийти к нам в один из офисов. Можно на Ломоносова 206, можно на Карла Маркса 37, можно на Тимми 28. Везде есть специально обученные специалисты, которые вам все ответят. Ирина, а что такое межевание земли? Межевание земли – это упорядочивание земельных границ, установление земельных границ. Потому что, чтобы знать, какой именно твой участок земли, нужно ему эти границы обозначить. Занимаются этим специально обученные люди, кадастровые инженеры, геодезисты и техники. Каждый занимается своим отрезком работ. Своим отрезком работ. То есть, не один человек может сделать это межевание. Их там несколько должно участвовать специалисты. А сложно ли оформить это межевание? И с чего нужно начать? И зачем вообще нужно это делать? Значит, зачем нужно? Еще раз повторю, чтобы установить границы земельного участка. Также можно межевание применять и в других случаях, например, добавить себе земли. Для чего еще это нужно? У каждого земельного участка должен быть свой кадастровый номер. И каждый земельный участок должен стоять на учете в кадастровой палате. Кадастровая палата – это специальный орган государственный, который для того и создан, для того и существует, чтобы вести реестр всех земельных участков. То есть, межевание – это первый этап для того, чтобы получить кадастровый номер? Межевание – это первый этап, чтобы получить кадастровый номер, чтобы встать на кадастровый учет. А зачем это нужно? Зачем вставать на кадастровый учет? Вставать на кадастровый учет нужно за тем, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок в Росреестре. Это две разных организации. Росреестр и кадастровая палата. Две разных организации. Они между собой взаимодействуют. Но вот этот порядок, сама процедура получения права собственности, сам алгоритм оформления, он именно вот такой. Его иначе никак не сделать. Вот такие вот у нас правила, такие у нас законы. Вставать на кадастровый учет, это мы обязаны делать по закону. Ирина, а вот говоря о межевании, получении земли в собственность, возможно ли получить земельный участок в собственности, если он не принадлежит никому, но тем не менее хозяин дачи, допустим, пользуется им для посадки, в каких-то других целях. И каким образом его можно оформить в собственности? Если у вас имеется, уже есть какой-то участок земли в собственности, вы можете добавить кусочек земли прилегающей территории не больше 10% от того, что вы имеете, бесплатно. Любой другой понравившийся участок земли, бесхозный, который не относится к землям поселений, который, например, по которым не предусмотрена, например, дорога в будущем, вы можете себе добавить, но это определенная, опять же, процедура, через аукционы. А если кто-то хочет, ну пускай готов заплатить, более 10% присоединить к своему участку, что нужно делать? В такой же последовательности поступать? Также обратиться в специальную организацию, чтобы вам рассказали алгоритм, порядок действий. Кроме этого, учитывайте, что у нас в нашей стране существуют два права владения земли. Это право собственности и право аренды. И то, и другое право можно получить через аукционы. Ирина, я предлагаю перейти к вопросам от наших телезрителей. Хотим строить частный дом в черте города на участке 4 сотки. Как получить разрешение на строительство? Ну, можно ли получить разрешение на строительство и каким образом? Можно получить разрешение на строительство. Вам нужно возвести дом до крыши. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома вы получаете в администрации округов. И после этого вы ставите на кадастровый учет, и после этого регистрируете в Росреестре право собственности. Ирина, давайте ответим на следующий вопрос. Хорошо. Действительно, положен ли участок земли многодетным матерям? Положен участок земли многодетным матерям, но то, что куплена квартира по материнскому капиталу, это одна песня. То, что положен участок земли многодетной матери, это другая песня. Для разъяснения о порядке получения, какие нужно заполнить документы, советую обратиться в мэрию. То есть одно другого не отменяет? Одно другого не отменяет. Предлагаю перейти к следующему письму. Я открыл фермерское и крестьянское хозяйство. Как можно купить паи? Могу ли я объединить и оформить на себя все купленные паи в один кадастр и Росреестр? Вопрос про паи в данный момент времени не актуален. Это понятие себя изжило. По всем процедурам по фермерскому хозяйству также советую обращаться в мэрию. То есть вопрос отпадает сам собой. Такой процедуры и не существует. И уже не существует. Ну и следующий вопрос. Хочу взять в аренду землю в конкретном месте под индивидуальное жилое строительство. Куда обращаться? Расскажите, что надо делать и как это будет происходить? Все процедуры по выделению земли сейчас проходят через аукционы. Занимаются аукционами организации на Троицком 64, на Троицком 49. Обращайтесь туда. Там вам расскажут о наборе необходимых документов, как написать заявление и как дальше все это будет происходить. Вся земля выделяется через аукционы. Просто так сейчас землю никто получить не может. Ирина, ну действительно дачный сезон не за горами. Наверняка многие захотят купить дачу. Соответственно многие люди захотят продать дачу. Как правильно нужно это делать? Я имею в виду продавать дачу, дачный участок, постройки. Какие документы для этого нужно подготовить? Как вы уже поняли, что в каждом отдельном случае должен быть индивидуальный подход. И алгоритм для каждого случая он индивидуален. Для начала нужно оценить. Чтобы оценить ваше имущество, должен приехать к вам эксперт по недвижимости и документам посмотреть. И недвижимость посмотреть, в какой стадии у вас оформлены документы. После этого будет понятен порядок действий. Как определяется стоимость вашего имущества. То есть после визуального осмотра заносится в единую базу ваш объект. И по базе можно посмотреть, какие аналоги подобной площади, подобного качества продается в городе. То есть можно увидеть порядок цен. Ценообразование в дачных участках очень из многих факторов состоит. Тут и развитая, и неразвитая инфраструктура. Наличие дорог, наличие магазинов, наличие водоемов. Кто соседи, хороший или качественный дом построен, есть баня, нет бани. Есть какие надворные постройки, лужайки, цветники, огород разбит, какие посадки. Там очень-очень индивидуальный должен быть подход. Итак, порядок цен определяется по сравнительному методу. То есть смотрим аналоги, выводим среднюю стоимость. Определили для себя эту стоимость. Дальше переходим к анализу документов. То есть пакет документов весь просматривается. Дальше понятно, что нужно сделать, что не сделано. Какие документы есть в наличии и что нужно сделать. Проведено было межевание. Установлены границы земельного участка. Поставлен ли ваш объект на кадастровый учет. Получено ли право собственности. Все это анализируется. После этого только можно приступать к продаже. Ну а купить дачный участок или дачу тоже очень важно правильно это сделать. Абсолютно верно. Потому что вы покупаете не сапоги в магазине. А учитывать нужно, что земля единственный товар, который больше не производят. И чем больше вы этой земли приобретете, тем лучше. Потому что сами понимаете, что раз ее больше не производят. Также с пакетом документов лучше обратиться к специалистам. К юристу можно обратиться опять же к нашему. Можно обратиться к специалистам и к экспертам по недвижимости документам. Также проанализируют пакет документов. И уже будет далее понятно, как действует. Ирина, вы говорите пакет документов. А что это за документы? Можете ли вы какой-то их краткий перечень нам предоставить? Очень сложно сказать и угадать, какие документы будут в наличии у людей, которые к нам обратятся. То есть этот перечень документов, я его могу предусмотреть, но вслух перечислять нет смысла. Потому что до 1996 года все сделки регистрировались в Бюро технической инвентаризации. В 1996 году, когда образовали Росреестр, нынешнее название Росреестр, до этого несколько раз оно меняло название, функции государственного органа, который регистрирует все эти сделки с недвижимостью и с землей, перешли на Росреестр. То есть архив остался, часть БТИ, часть перешла архива сейчас в Росреестре. Какое будет право, устанавливающий документ у владельца земли или дачного участка, мы сейчас сказать не можем. Почему и нужно прийти с пакетом документов к специалисту, чтобы установил специалист. Какой у вас главный документ, право устанавливающий, на основании чего принадлежит вам земля, после этого будет известно, как двигаться дальше. И специалисты, соответственно, скажут, каких документов не хватает, что нужно еще сделать. Что нужно сделать? Скорее всего, в большинстве случаев, вот люди обращаются, нужно делать межевание. Нежевание – это установление границ земельного участка, мы про это говорили. Без этого никак, потому что вы должны установить границы своего куска пирога, от всего земного шара, свой кусок пирога. Только после этого вы можете продать, вы не можете продать эфемерный кусок земли. В общем-то, мы можем сказать, что прежде чем продавать дачу, нужно сделать межевание в любом случае. Однозначно, однозначно и бесповоротно. Ирина, спасибо вам большое за интересную беседу и очень полезную информацию. Спасибо. Строите свой добрый дом, а с вопросами обращайтесь в нашу программу. Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru. В следующий понедельник мы будем говорить о перепланировках квартир. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи. Вопрос на миллион.